перефразирует так что необходимо сделать женщине для того чтобы гарантированно выйти замуж кого любят мужчины на кого они обращают внимание и что же это такое существует ли в этом определенная магия хочу сказать что да и магия в том числе существует но вот мои рекомендации дело в том что женщины очень плохо понимают мужчин как правило именно так и происходит женщины они склонны видеть картину масштабно или широко то есть если женщина видит этот мир в виде красивая машина или красивый красивый лес или красивое небо то мужчина в машине будет смотреть на колесо после этого на лобовое стекло после этого спрашивать какое там качество двигателя или там качество железо в небе будет рассматривать индивидуально одну тучу то есть если женщина рассматривает замужество как элемент огромного проявления бесконечного наслаждения от семьи от заботы и так далее то мужчина который хочет создавать семью не ориентирован на что-то глобальное то есть если женщина думает что для нее семья это дети это совместное проживание это отсутствие одиночества то для мужчины это не так мужчина обычно ищет в женщине только одно это конечно печально звучит но дело в том что чего не хватает мужчине в жизни женщине чего не хватает женщине не хватает заботы чтобы они заботили чтобы и кто-то говорил вот это все мужчине не нужно он не хочет не заботы не хочет чтобы это все для него бонусы то есть если о нем ухаживают или за ним ухаживают это бонус если кто-то там помогает это бонус если о нем там хорошо говорят или при нем или о нем это бонус все это бонус к это бонус к интимным отношениям мужчина на первое место ставит желание интима от конкретной женщине в случае если интима нет можно ли захомутать мужика женщина же при этом думает что для него гораздо важнее нету ничего гораздо важнее как бы вы это них не слышали для мужчин который встречается с женщиной единственное желание которое у него есть это желание с ней вступить в половую связь и интимные отношения начать нет желания любоваться то есть ты женися на женщине для того чтобы ей любоваться любой мужчина скажет нет а для того чтобы она там тебе детей нарожала нет а для того чтобы она ухаживала за тобой нет а для того чтобы в бизнесе помогала нет а для того чтобы ты восхищался нет все это нет единственное ради чего мужчина находит женщину и хочет женщиной жить это желание интимного отношения с ней именно поэтому женщина не ориентированная а почему вот тут такой вопрос почему вся особенность заключается в том что мужчины ищут точечное наслаждение в тот момент как женщине достаточно и расширенное наслаждение то есть женщина может получать удовольствие от того что происходят события того что на нее обращают внимание мужчины от того что у нее есть подруги мужчины так не могут мы к сожалению более сосредоточены на одной какой-то воплощенной идеи нас вот эта идея она может заморачивать то есть там мужчина за получил деньги в этот момент он счастлив купил что-то в этот момент он счастлив женщина может быть счастливой более расширена так большое количество элементов могут объединяться между собой для того чтобы создавать у нее состояние радости жизненного и счастья и удовольствия мужчины или у мужчины так не получается мужчина он живет по принципу точечного то есть мужчина может получать удовольствие от эгоизма от того что он грубая того что он сильный от того что он эгоистичные от того что он владеет женщиной владеет значит спит от того что он добился там какую-то женщину вот что хочет мужчина и для мужчины это когда он начинает жить и начинает думать о женщине является ключевым фактором радость и как это происходит сначала женщина должна визуально его восхитить то есть это чистые волосы потом по запаху то есть от нее не должно вонять при этом хочу вам сказать что каждая женщина знает свои недостатки но я хочу вам открыть глаза ни один мужчина не верит что от него воняет доказать мужчине что он вонючий невозможно мужчина будет вонять со всех извиняюсь отверстий там и будет считать что он самый красивый что он самый там крутой что он будет нищий бомж стоять перед вами с обгрызанными ногтями и будет считать что он алан делон самый офигенный все женщины мечтают о нем это у мужчин особенность такая эгоистичность она развитая на самого детства находится у мужчин это тестостерон так создает у человека или у мужчины такое восприятие и в тот момент когда мужчина смотрит на женщину он видит в ней и хочет видеть и хороший запах и красивую одежду и красивые визуальные если этого не происходит то он ждет чтобы женщина начала восхищаться им то есть она должна говорить зато ты какой офигенный и вот это офигенно у тебя смотрите как это все устроено как обычно происходит то есть женщина полная женщина которая за собой не следит там с капиллярной сеткой на лице с волосами которые давно никто не подстригал с избыточным вес весом там в каком-то платье возможно купленном и считающимся там самым дорогим и так далее ну находит возможности там с кем-то с мужчиной встретиться в этот момент мужчина думает о пересплю с ней потому что она свободная она думает вот он будет до конца жизни со мной жить будет заботиться у нас будет любовь он хороший мужчина для того чтобы его захомутать или первый день надо с ним переспать и когда женщина говорит вот я с ним переспал и он убежал нужно было переспать так чтобы мужчина чувствовал себя как будто он самый лучший если мужчина холостой вы с ним спите запомните пей пойте ему дифирамбы говорите да это было обалденно я так вообще никогда не испытывал такого удовольствия настроения счастья ты прямо создан для меня это химия физика математика ты проникаешь своими глазами глубоко мне в душу ты потрясающий мужчина все он ваш он теперь будет хотеть быть только с вами монет имитируйте не знаю там десятикратный оргазм с вытарочными глазами как будто он самый гениальный там самый необычный самый лучший неважно там получается или нет если вы надеете или если вы сосредоточены на том чтобы выйти замуж и этот мужчина хочет к вам в постель то дайте ему эту возможность но обязательно хвалите обязательно говорите что это самое лучшее что ты самый обалденный вообще я так удивлена мне так нравится бла-бла-бла-бла-бла-бла все этот мужчина будет дальше вашим мужем стопроцентная гарантия это абсолютный стопроцентный эффект дальше когда мужчина начинает встречаться женщиной ему должно нравиться лицо ему должна нравиться фигура а может и не нравится но если не нравится то женщина должна включить свой ум и произносить ему слова особенный великолепный ну надо же как у тебя получается еще таких талантливых не видела вот это да бывают же такие но с намеками все должно быть вот с таким намеком очень мало мужчин которые добиваются женщин очень мало мужчин которые добиваются женщин в этом ничего страшного нет если делать вот так как я сказал это все решает минусы которые есть вообще в отношениях женщина говорит мне бы хотелось зачем тебе хотелось чтобы не быть одинокой и все да вот я не хочу быть одинокой потом мужик появляется они грызутся почему потому что одиночество ты теперь не одиноко не одиноко ты же этого хотела да ну а какого ты же не говорил я хочу быть не одинокой но хочу чтобы мужчина там заботился и так далее вообще чего хочет женщина обычно женщина хочет гораздо большего чем хочет мужчина мужчине легче он взял пипетку да или там ключик открыл нужную скважину себе понимаете а женщине нужно больше она хочет мужчина пришел с ключом и открывает а женщина уже входит в дом ей там необходимо много всего то есть необходимо отношения чтобы слова говорил чтобы там хорошие отношения а не стоит забывать что мужчины любят ушами то есть также как и женщины самая счастливая женщина эта женщина которая каждый день мужчина говорит лишь только три слова ты самая красивая ты самая любимая ну самое не пойдет потому что самая подразумевает из кого-то выбирал здесь наверное правильно ты моя родная ты самая любимая ты самая красивая ты особенная женщина потрясающей красоты какая же ты молодая как ты мне нравишься это особенно и так далее мужчина слеп поэтому если но только в том случае если женщина восхищается или показывает свое восхищение в постели этим мужчиной хотите чтобы мужчина убегал от вас кто изменяет кто эти мужчины глупые которые сексом занимаются и со своей женщиной после этого бегают на сторону или на сторону кто эти мужчины это мужчины которые в постели не слышат о том что они гиганты секса клянусь вам и после этого они бегают почему они не хотят для мужчины это важно то есть он должен доставить удовольствие женщина должна получить оргазм женщина должна там им наслаждаться это его конек это его blitzkrieg это его победа в добыче это его максимум знаете и он в этом максимуме если мужчина если мужчина там с женщиной переспала и после этого он там с не спит быстро там или ещё что то то в этот момент женщина может думать так что вот я его поглажу он хороший да зачем это нужно он устал и так далее неправильно заставьте его задергайте его не знаю там придумайте женскую хитрость для того чтобы он хотел еще раз вы говорите я обожаю тебя я хочу ты самый обалденный ты потрясающий между нами химия физика не знаю там геометрия то есть вот что должно быть такой мужчина от своей бабы не убежит никогда а что происходит там ну одна женщина мне как-то сказала такие слова я решила своему мужу всегда давать потому что я думаю что если он хочет и я буду давать то после этого он не будет никуда убегать то есть то что он может получить на стороне но он должен получить дома но она права но в одночасье не права почему дело в том что нужно давать эмоцию а там вот это эмоции она должна быть а эмоции то когда женщина кричит в постели они сопи когда женщина вдохновлен а когда женщина радостно когда она улыбается ну вот они когда эта механика мужчина убегают от женщин которые устали это понятно которые замахались это понятно которые работают много это понятно как все это понятно но из песни слов не выбросишь ну и второй вариант энергетически есть такое понятие которое называется которая называется хорошо венец безбрачья это еще что такое венец безбрачья это особая энергетическая структура которая находится в виде свечения на животе у женщины вот так пупок и вот так вот вот такая вот так пупок и вокруг пупка помните когда-то говорил представляйте бублик вот если женщина каждое утро просыпается и вокруг своего пупка представляет бублик который светится огненным цветом вокруг пупка то она ломает то что называется венец безбрачья как это проявляется есть такие женщины которые даже переспал с мужчиной не привлекут мужчину а есть такие женщины которые с которыми мужчина начинает общаться или встречаться и не хочет с ней лечь постель это частое явление кстати мужчина может себя переубедить потому что женщина думает что она может показать там смоделировать поведение сказать что она хорошая сказать что она там мать хорошая сказать что она юристом хорошие там имеет специальность хороших сказать или показать что она там гениальная в чем-то что она хорошо готовит и так далее мужчина может вот ломать ломать себя думает что вот мне все равно нужно там то-то но дойдет до постели и в постели ему не будет хотеться эту женщину то есть это будет так после этого это самые несчастные семьи когда мужчина не хочет свою женщину и мужчина честный там нигде гулять не будет он становится кислым угрюмым женщина такая тоже не зажигается потому что ну тоже понятные причины но это как бы такая вот задача она должна быть вот эту химию ее необходимо найти и это невозможно без слова которое называется доверие женщина должна довериться мужчине отдать себя как в последний раз на всего на пользу в пользование и максимально выложиться при этом мужчина как будто он впервые последний раз и хочет зацеловать за любить эту женщину и так далее чтобы зажглась эта химия а когда много вокруг этого хороших слов действий но химия не происходит то в дальнейшем это все говорит о том что доверие не происходит существует ли такие семьи в большинстве своем